Игорь Нелюбов У нас собственная технологическая платформа, и мы готовы кастомизировать платежный процесс индивидуально под каждого нашего клиента. Минута нашего простой стоит сотни тысяч долларов, поэтому мы очень тщательно относимся к тестированию всех наших сервисов, включая тестирование UI. Сегодня я хочу рассказать про архитектуру наших UI-автотестов, как мы до нее дошли и какие проблемы она нам решила. Вообще, зачем нужна какая-то там архитектура? Ведь можно дать тестировщикам Selenium или какой-нибудь популярный тестовый фреймворк на его основе и отправить их писать тесты. Этот подход проверен временем, с ним вы гарантированно быстро получите первые автотесты. Но у всех автотестов есть одна маленькая проблемка. Они очень хрупкие, они нуждаются в частой актуализации. А актуализация автотестов требует времени и сил. Поэтому рано или поздно наступает такой момент, когда время на актуализацию автотестов начинает превышать время на ручном тестировании, которое они нам выигрывают. Когда такой момент наступает, обычно вся автоматизация прекращается. В случае непродуманной архитектуры автотестов такой момент наступает очень быстро. Например, когда я работал в одном из банков, мне приходилось поддерживать в рабочем состоянии 20 автотестов Oracle Zeebel. Они нам достались по наследству от других подрядчиков. У нас было двое автоматизаторов, и у нас уходила неделя, чтобы починить к регрессу хотя бы 4-5 из этих автотестов. Эти автотесты содержали в себе все возможные архитектурные ошибки, запахи кода и антипаттерны. В то же время и выкинуть их было нельзя, так как соответствующие этим автотестам ручные сценарии занимали по 3-4 часа времени, если их проходить, ни разу не ошибившись. Так же приходилось с ними жить. Но эти автотесты стали такими плохими не из-за того, что у их создателей не хватало навыков или у них был какой-то злой умысл. Просто автотесты обычно пишут в начале проекта, когда ручных сценариев мало, у тассировщиков полно свободного времени. В этот момент кажется, что чем быстрее появятся первые автотесты, тем лучше. И на самом деле в начале проекта, как бы автотесты не были написаны, они будут нормально справляться со своей работой. Но время идет, проект растет, тассировщиков становится все больше ручных сценариев, а свободного времени все меньше. Так как автотесты изначально проектировались не с целью какой-то их хорошей поддержки или расширения, их поддержка становится очень тяжелой. Она начинает занимать много времени. Как следствие, тестировщики начинают их чинить на скорую руку, в автотестах появляются всякие грязные хаки. И в какой-то момент автотесты начинают целиком и полностью состоять из костылей и подпорок. В случае непродуманной архитектуры автотестов такой момент наступает очень быстро. Тем не менее, никто не хочет заниматься архитектурой автотестов. Даже люди, которые на ней не раз обжигались. Поэтому, когда пару лет назад перед нами встала перспектива тестирования нескольких наших проектов через UI, мы пошли по накатанному пути, дали тестировщиков этих проектов к Adesception, это популярный тестовый фреймворк на PHP, и отправили их писать автотесты. Первые автотесты вышли не очень. И со временем очень быстро автоматизация на этих проектах, как и ожидалось, прекратилась. Тогда мы поняли, что нам нужен какой-то фреймворк, который заложит во всех наших UI-автотестах единую грамотную архитектуру. Но как выглядит эта грамотная архитектура? В интернетах вообще полно советов на этот счет, они все противоречат друг другу. Так что мы решили отталкиваться не от советов в интернете, а от конкретных проблем, которые наш воображаемый фреймворк должен будет нам решить. Самая очевидная проблема, глядя на этот код, из-за того, что тесты представляют собой последовательность непонятных действий непонятными элементами интерфейса с непонятной целью. Кроме того, они сильно привязаны к структуре страницы, ее надписям, скорости работы и тому подобного. Кроме того, из-за того, что они привязаны очень сильно к структуре страницы, они очень быстро ломаются, очень легко ломаются. А дебажить их очень тяжело, так как мало того, что тесты такие мутные, так еще и нормальных логов у нас нет. А все тестовые данные, созданные во время прогона теста, обычно умирают вместе с ним. Ну и на конец проверки, то, ради чего, собственно говоря, тесты и пишутся. Они очень сильно размазаны по коду. Порой они проникают внутрь пейдж-обжектов и хелперов. В результате у нас все тесты почему-то при вводе текста в каждое текстовое поле начинают проверять, что это поле выделено красным, если текст не введен. Это странные такие вещи. Чтобы решить эти проблемы, мы решили разделить архитектуру наших UI-автотестов на три слоя. Первый слой должен создать стабильный программный интерфейс к нестабильному, постоянно изменяющемуся интерфейсу нашего тестирования. Этот слой должен избавить наши автотесты от прямой манипуляции локаторами и заменить их на понятное взаимодействие с элементами интерфейса. На втором слое мы оформим последовательности непонятных манипуляций интерфейсом в отдельные понятные шаги, из которых мы будем собирать наши тесты. Ну а на третий слой мы попробуем вынести все проверки. Тем самым мы сделаем наши шаги более универсальными и попробуем тем самым исключить вероятность проникновения проверок обратно внутрь пейдж-обжектов, хелперов и разные странные места кода. Давайте рассмотрим эти слои по порядку. Вообще создатели Selenium продвигали очень активно пейдж-обжекты, как некоторую панацею, которая должна сделать автотесты более объектно-ориентированными, что ли. В этом плане можно сказать, что пейдж-обжекты провалились. Вот если мы посмотрим на следующий код, то увидим, что он активно использует пейдж-обжекты, но объектно-ориентированно он от этого ни капельки не становится. Происходит это потому, что пейдж-обжекты обычно просто хранят в себе набор локаторов, а тесты сами должны взять эти локаторы и решить, что с ними сделать. В результате тесты начинают напоминать какие-то игрищи с локаторами, а не манипуляцию с интерфейсом приложения. Чтобы это исправить, нужно проанализировать, как создается интерфейс современных веб-приложений и как мы можем приблизить наши пейдж-обжекты к нему. Интерфейс современных веб-приложений в основном пишется на Евоскрипте с использованием фреймворков Angular и React. Архитектура обоих основана на компонентах. Компоненты — это кусочки, из которых строится веб-интерфейс. Кодиком компонент представляет собой шаблон и связанный с ним код. Но это лучше рассмотреть на практике. Вот пример простого приложения с сайта React. Это приложение для поиска эмадзи. Оно состоит из заголовка, строки поиска и списка найденных эмадзи. В коде оно выглядит так. На верхнем уровне у нас есть компонент Application. Нас на нем не интересует весь код, нас интересует только метод Render. Метод Render возвращает шаблон нашей страницы. Это на самом деле не обычный HTML-код, как может показаться на первый взгляд. Это JSX, язык шаблонов React. Таги header, search input и emoji results — это на самом деле объявление других компонентов. Вот так выглядит, например, компонент header. Его шаблон целиком состоит из обычного HTML-кода. А вот более сложный компонент emoji results. Его шаблон состоит из списка компонентов emoji result row, каждый из которых описывает строчку с найденным emoji. В итоге получается, что все эти пейдж-компоненты организуются в дерево. На верхнем уровне, который у нас лежит компонент Application, который состоит из компонентов header, search input и emoji results. В свою очередь компонент emoji results состоит из компонентов emoji result row. Вся эта структура отображается на дом-дерево-странице. В тестах нам приходится совершать обратное отображение, в этот раз дом-дерево-странице, на наши пейдж-обжекты. Давно прошли времена, когда пейдж-обжекты описывали всю страницу целиком. В наше время обычно мы имеем дело с одностраничными веб-приложениями, а пейдж-обжекты описывают отдельные кусочки этого интерфейса. Такие пейдж-обжекты еще называют пейдж-компонентами. В нашем случае они могут выглядеть так. У нас есть некоторые пейдж-обжекты, пейдж-компоненты, header, search input и emoji results, которые состоят из каких-то там локаторов. Как эти компоненты соотносятся с компонентами реакта? Минимальный компонент нашего реакт-приложения был описан в классе header. Его шаблон целиком состоит из куска HTML-кода. Соответствующий ему пейдж-обжект пейдж-компонент header состоит из одного локатора к этому HTML-коду. Более сложный компонент, application, состоит из diva, в котором обернуты три компонента. Соответствующие им пейдж-обжекты у нас также называются header, search input и emoji results. А компонент для application, он как бы исчез, у нас для него нет никого пейдж-обжекта. Этот пейдж-обжект, можно сказать, деградировал до общей части локаторов вот этих трех пейдж-обжектов. В итоге мы имеем три пейдж-обжекта, три никак не связанных между собой класса. Они похожи друг на друга, потому что написал их я, но если бы их написали три тестировщика, они написали бы их тремя разными способами. У этих классов нет никакого единого интерфейса, соответственно, нет никакого единого способа работы с ними. Но это можно исправить. Для этого мы слегка обобщим их в структуру и тоже объедим их в дерево, по аналогии с компонентом React. Пусть теперь каждый наш пейдж-обжект состоит из одного локатора и списка пейдж-обжектов детей. Причем пейдж-обжекты дети также состоят, каждый из одного локатора, из списка пейдж-обжектов детей и так далее. Локатор для верхнего пейдж-обжекта будет задан изнутри, локатор для детей будет задан изнутри. Ну, это потом расскажу. Локаторы для детей будут вычисляться относительно локатора их родителя. Это главный здесь момент. В седокоде это будет выглядеть как-то так. Все наши page object наследуют от класса page object. Page object application состоит из page object header, search input и image results. Локатор для page object application задан изнутри. Локаторы для его детей заданы в месте их объявления. В свою очередь page object и дети могут состоять из других page object и так далее. Возникает вопрос, зачем все это. Так как теперь все наши page object наследуют от одного класса, мы можем реализовать для них единый интерфейс. Например, такой. Методы, которые начинаются с из, проверяют какое-то условие для нашего page object и возвращают true или false. Мы можем проверить для наших page object, существуют они в коде или нет. Отображаются они на странице или спрятаны. Доступны они для взаимодействия или нет. Находятся они внутри экрана или за его рамками. Параллельно из метода у нас есть также shoot методы. Они проверяют те же самые условия, но если условие не выполнилось сразу, они ждут в течение некоторого тайм-аута его выполнения. Если условие так и не выполнилось, то shoot метод кидает исключения. Shoot методы нам нужны как умные ожидания и как простые такие проверочки. Реализовать эти методы на практике очень просто, так как с деревьями легко работать. Это хорошо изученная структура данных, все алгоритмы для нее уже расписаны. Мы можем перебирать дерево в цикле или рекурсивно, в ширину или в глубину. Можем навешать на него визиторы, которые добавят в него дополнительные операции. В общем, можем делать с ним все, что нашей душе угодно. Вот так, например, выглядит код метода isExist, который проверяет, существует наш page object в коде страницы или нет. Для этого мы вначале проверяем, существует ли в коде страницы локатор нашего page object. Если этого нет, то сразу возвращаем false. Иначе перебираемся в детей данного page object. Если хотя бы один из детей не существует, мы возвращаем false. Иначе, если мы успешно дошли до конца метода, то возвращаем true. Так как локаторы теперь будут вычисляться относительно родительских page object, и длина уменьшилась. Теперь, если какой-то локатор изменится, нам не нужно будет править все локаторы, например, нескольких page object. У нас может получиться так, что каждый кусочек локатора будет теперь в один page object, и нужно будет всего лишь поправить один маленький кусочек. К тому же, за счет того, что локаторы вычислятся относительно родительского page object, то есть относительно какого-то определенного куска страницы, вероятность пересечения этих локаторов с другими элементами, которые мы не ожидали, например, по тексту, гораздо уменьшилась. Используя такой дизайн page object, мы можем описать UI любой сложности. Мы просто будем его дробить на отдельные компоненты, пока он не станет удобным для работы. Например, если нам нужно описать вот такую табличку, мы можем это сделать в одном page object. Но если его код получается слишком раздутым и сложным для восприятия, мы можем разбить этот код на два page object. Page object для заголовка таблицы и page object для ее тела. Если даже этого недостаточно, мы можем дробить дальше. Мы можем разбить page object для заголовка на page object отдельных колонок, а page object колонки мы можем разбить на кнопку и стрелочку, которая показывает порядок сортировки по этой колонке. В свою очередь, page object для тела таблицы мы можем разбить на page object строк, а page object строк можем разбить на page object ячеек и так далее. В итоге может получиться вот такая вот структура, где каждый объект занимается своей работой. Объект arrow получает текущий порядок сортировки в колонке по отображаемой стрелочке. Объект column умеет сортировать колонку в заданном порядке. Для этого он сначала берет у объекта arrow текущий порядок сортировки. Если он отличается от необходимого, кликает по колонке. Объект header возвращает массив заголовка в таблице, а объект table body возвращает следующую строку таблицы в виде массива ячеек. Объект самого верхнего уровня, table, он сводит все это воедино. Он берет массив заголовков из объекта header. В следующую строку видим массивы ячеек из объекта table body и сводит их в ассоциативный массив, где ключом будет выступать заголовок колонки, а значением ячейка строки. Реализовать это на практике на самом деле очень легко. Это большой плюс такой дизайн. Не нужно сотен строк кода. Достаточно одного паттерна широко известного. Это композит. Композит или еще, как его называют по-русски, компоновщик. Для реализации достаточно создать вот такой класс. Класс-компонент. Каждый класс-компонент содержит в себе ссылку на компонент родителей и список компонентов детей. Метод setParn прописывает компонент родителям данного компонента, а метод addChild прописывает компонент в дети данного компонента. Для этого он сначала добавляет его список компонентов детей, а затем вызывает у ребенка метод setParent с собой в качестве родителя. Метод registerChildren перебирает все поля данного объекта, и если они являются компонентами, записывает их ему в массив детей. Этот метод вызывается автоматически в конструкторе, то есть будет срабатывать при создании экземпляра, каждого экземпляра класса компонент или его наследников. Благодаря вот этому классу компонент мы можем организовать наши page object в дерево. Достаточно просто унаследовать их от этого класса, и они автоматически получают эту возможность. Но на практике этой иерархии нам было недостаточно, она получалась какой-то слишком общей. Мы решили ее слегка специализировать. Для этого мы выделили два типа page object, потому как они обычно используются в тестах. Page object и блоки, они просто описывают какой-то кусочек страницы. Они обычно существуют в единственном экземпляре, так же, как и кусочек страницы, которые они описывают, и они не содержат в себе никакой сложной логики. Вся их логика находится снаружи в тестах. Вот реальный код такого блока. Этот блок описывает форму логина. Метод init name возвращает человека читаемое имя page object, или его краткоописание. Он нужен потому, что число page object вообще склонно расти, и со временем становится сложно ориентироваться между ними, к какому куску страницы какой page object относится. Особенно это сложно делать, если название page object переводили с помощью Google Translate, тогда вообще концов не найти. Метод init page locator возвращает локатор данного блока, относительно которого будут вычисляться локаторы его детей. Если этот метод не указан, то локатором блока будет корень страницы. Метод open page открывает наш блок, начиная с пустой страницы. Перед прогоном наших тестов запускается небольшой смог, который перебирает все блоки, вызывает у них метод open page, то есть открывает их, проверяет их локатор, валидирует, и в конце выдает результат, типа все ли наши блоки до сих пор валидны, чтобы не нороваться на это во время прогона длинных тестов. В конструкторе у нас объявлены дети данного page object. В PHP нельзя инициализировать поле объектом в месте его объявления, поэтому мы это делаем в конструкторе. Вместе с локатором детей здесь также указывается его небольшое пояснение, что это за ребенок. Page object это текстбокс, баттон и iButton это на самом деле page object второго вида, которые называются элементы. Как следует из названия, элементы описывают какой-то элемент страницы, табличку, календарь, кнопку, поле ввода. Элементы существуют в нескольких экземплярах, которые различаются между собой локаторами. И элементы могут содержать в себе весьма навороченную логику, но для тестов они предоставляют простой интерфейс для работы с собой. Вот реальный код элемента. Этот элемент описывает кнопочку в виде глаза, которая отображается рядом с полем ввода пароля. Глаз открыт, пароль отображается, глаз закрыт, пароль маскирован звездочками. Метод init type name возвращает человека читаемое имя page object. Это блокатор мы здесь не задаем, потому что он задается в месте его объявления где-то. В конструкторе мы можем объявить другие элементы, которые будут внутри этого элемента. А методы open, close и opened описывают интерфейс, через который с этим элементом будут работать тесты. На самом деле, чем является тот или иной кусочек страницы, часто не принципиально. Блок — это элемент. И код этих классов почти пустой. Интерфейс у них общий, который не наследует от класса page object. Мы ввели их просто потому, что нам не хотелось, чтобы все наши page object были свалены в одну кучу. Также мы ограничили их вложенность для большей очевидности вот таким образом. В корне дерева может быть только блок. Блок не может содержать в себе другие блоки. Он может содержать в себе только элементы. В свою очередь, элементы могут состоять только из других элементов. Напомню, вот так выглядели наши тесты без использования page object. Так они стали выглядеть с использованием обычных page object. А вот так они выглядят с использованием блоков и элементов. Никаких игр с локаторами. Тесты обращаются к отдельным блокам, берут из них необходимые элементы и вызывают у этих элементов их методы. У этого кода все еще есть две проблемы. Во-первых, он до сих пор сильно привязан к структуре страницы. Это происходит потому, что код опирается на реальные надписи, которые на этой странице отображаются. В этом плане надписи ничем не лучше, чем локаторы. Также, если надпись изменится, придется провести все тесты, которые ее используют. Поэтому хотелось бы вынести надписи в отдельные объекты по аналогии с page object. Мы храним надписи в B-map. B-map – это двусторонний ассоциативный массив, где ключом у нас будет какой-то псевдоним для надписи, а значением будет ее реальный текст. Везде по коду тестов передаются псевдонимы, а реальные значения будут извлекаться только в месте непосредственного использования. Псевдонимом обычно является содержимое надписи просто на момент первоначального написания теста. Ну, а в некоторых ситуациях псевдонимы – это просто более понятное обозначение или описание надписи. Например, алиэс подсказка по номеру карты вместо вот этой вот длинной портянки самой подсказкой. Вот так будет выглядеть наша теста с использованием псевдонимов. Реальные значения будут извлекаться из B-map в коде элементов. Вторая проблема этого кода в том, что из него по-прежнему непонятно, с какой целью производятся все вот эти манипуляции над интерфейсом. Исправить нам это поможет второй слой. Тесты обычно состоят из шагов. Разумно выделить общие для нескольких тестов шаги в отдельные методы. К тому же это позволит дать им какое-то понятное имя. Такой паттерн называется action. Но при его использовании возникает такой вопрос, а где нам все эти экшены хранить? Пока PageObject описывали всю страницу целиком, было удобно хранить в ней экшены для этой страницы. Но с тех пор, как PageObject стали описывать отдельные кусочки страницы, распределение шагов по ним стало каким-то неочевидным. Например, у нас есть вот такой вот виджет выбора часового пояса. Есть некая табличка, где время отображается с учетом выбранного часового пояса. Где нам хранить тестовые методы, которые проверяют влияние виджета на табличку? PageObject для виджета или PageObject для таблички? На самом деле это риторический вопрос. Мы решили, что тестовым методом в наших PageObjects не место. Задача PageObjects просто предоставлять стабильный программный интерфейс к нестабильному, постоянно изменяющемуся интерфейсу приложения. А все шаги нужно вынести в отдельные объекты, которые называются StepObjects. Вот так может выглядеть StepObject. Помимо шагов в StepObjects также хранятся ссылки на блоки, которые этим шагам нужны для работы. Тогда возникает другой вопрос. А сколько таких StepObjects должно быть и по какому принципу нужно распределять между ними шаги? Вообще число возможных конфигураций интерфейса современного одностраничного приложения стремится к бесконечности. Там у нас панель какая-нибудь выпала, здесь у нас раскрылось меню, там пользователь запинил какое-нибудь окошко, еще что-нибудь произошло. Но все эти конфигурации далеко не случайны. Пользователь проходит через эти конфигурации интерфейса, следуя по этапам какого-то бизнес-процесса ради достижения какой-то определенной цели. Мы решили, что каждому этапу бизнес-процесса у нас будет соответствовать свой отдельный StepObject. Но, разумеется, бывает, когда такого разделения недостаточно. Например, вот у нас есть табличка транзакций, над ней отображается панель быстрых фильтров. Но у таблички транзакций также есть расширенные фильтры, и когда хотя бы один расширенный фильтр выбран, панелька быстрых фильтров не отображается. Получается, что шаги для проверки быстрых фильтров и шаги для проверки расширенных фильтров все относятся к одному этапу бизнес-процесса, на котором пользователь уточняет интересующую его транзакцию. Но в то же время эти шаги конфликтуют друг с другом. Поэтому мы их лучше разделим на два отдельных стоп-обжекта. Один стоп-обжект для шагов проверки быстрых фильтров, и один стоп-обжект для проверки расширенных фильтров. Также стоп-обжекты нужно делить, разумеется, если число кода в них превысило все разумные пределы. Получается, что число стоп-обжектов склонно расти, как на дрожжах. И со временем очень быстро среди них становится очень сложно ориентироваться, какой стоп-обжект нужно использовать сейчас, после какого шага он станет неактуальным, и какой стоп-обжект нужно использовать после этого. Чтобы разобраться во всем этом деле, можно явно описать связи между стоп-обжектами, используя паттерн Fluent Interface, текучий интерфейс. Суть этого паттерна в том, что теперь каждый шаг стоп-обжекта будет возвращать свой стоп-обжект, в котором он лежит, если его методы все еще актуальны, или какой-нибудь другой, более подходящий стоп-обжект, если его шаги более актуальны для текущего этапа бизнес-процесса. Например, вот у нас есть стоп-обжект Login Steps, который описывает шаги для этапа входа в систему. Шаг OpenSight открывает наш сайт, после открытия сайта отображается форма логина, поэтому шаги стоп-обжекта Login Steps актуальны как никогда, и мы будем возвращать его. Шаг Send Password отправляет временный пароль на почту пользователя, после отправки пароля мы до сих пор находимся на форме логина, поэтому возвращаем Login Steps. Но шаг Login входит в нашу систему, после входа в систему будет отображаться таблица транзакций, а форма логина исчезнет. Если мы попробуем вызвать какой-нибудь шаг стоп-обжект Login Steps после входа в систему, он, скорее всего, не сработает и придет к ошибке, потому что все блоки, на которые опираются эти шаги, потеряли свои локаторы, они больше не находятся на том экране, поэтому мы будем возвращать более подходящий стоп-обжект, registry steps, который описывает шаги для таблицы транзакций. Шаг Reset сбрасывает фильтр таблицы транзакций, после сброса фильтра мы до сих пор находимся на ней, поэтому мы возвращаем стоп-обжект registry steps. Шаг Logout выходит из нашей системы, тем самым мы возвращаемся обратно на стоп-обжект Login Steps. Шаг Open Payment открывает карточку платежа. После открытия карточки платежа таблица транзакций больше не отображается, поэтому мы возвращаем другой, более подходящий стоп-обжект Payment Steps и так далее. В тестах Fluent Interface будет выглядеть вот так. У этого подхода много плюсов, стало легче ориентироваться среди стоп-обжектов, он неплохо разгружает визуально наши тесты, а благодаря подсказкам IDE мы можем в любом месте теста узнать подходящие шаги. Также мы лучше теперь контролируем поток выполнения теста, так как переход между стоп-обжектами осуществляется только через определенные шаги, мы можем подчистить состояние сайта при переходе из одного стоп-обжекта в другой. Например, при переходе из стоп-обжекта расширенных фильтров в стоп-обжект для быстрых фильтров мы можем позакрывать все расширенные фильтры, чтобы панелька быстрых фильтров отобразилась. И нам не нужно пихать всю эту логику во все необходимые тесты. У этого подхода есть и свои минусы. Во-первых, наши тестовые шаги больше не могут вернуть значение. Они все возвращают какие-то стоп-обжекты. Во-вторых, у нас появилось много пустых шагов, которые не выполняют никакой полезной работы, они просто переходят из одного стоп-обжекта в другой. Раз шаги больше не могут возвращать значение, то возникает вопрос, как передавать данные между ними. Для передачи данных мы используем Singleton Test Properties, который содержит в себе обычный ассоциативный массив. Мы можем обратиться к Singleton из любого места теста или фреймворка и положить в него значение или взять его из него. Также мы храним в Test Properties все тестовые настройки и тестовые данные. Так что, если тест падает, мы просто сохраняем все эти тестовые данные рядом с логом его прогона. Благодаря этому тесты стало легче дебажить. Плюс мы можем в некоторых ситуациях возобновить прогон длинного теста с момента падения. Мы просто там закомментируем некоторые шаги и подложим ему старые тестовые данные. Минус этого подхода очевиден. Мы, по сути, завязываем все наши тесты на глобальные переменные. И при отсутствии должного какого-то дисциплины это может привести к появлению нереально запутанного кода. Последняя проблема, которую нам хотелось бы решить, это проверки. То, собственно, чего мы пишем наши тесты. Дело в том, что проверки склонны проникать во все уголки тестов, после чего все тесты начинают падать, например, потому что поля ввода больше не подчеркиваются синим, если на них навести курсор. К тому же в степ-обжектах часто можно встретить шаги, которые похожи друг на друга, которые выполняют одни и те же действия над интерфейсом и различаются между собой только проверками. Поэтому мы решили как-то вынести проверки из шагов на один слой и придумать какой-то удобный способ применения их шагам. Но ничего не получилось. Все наши рабочие способы чрезмерно усложняли наши тесты. Поэтому мы просто обошлись устной договоренностью, что все проверки будут по возможности выноситься из шагов в отдельные проверочные шаги. Но это не решило нашу проблему в полной мере. Не все проверки можно вынести из шагов. К тому же становится непонятно, как все эти проверочные шаги вызывать, в каком порядке, после какого шага. И проверки опять начали проникать внутрь наших педж-обжектов и хелперов. И опять начинается всякая ерунда творится внезапная. Подведем итог. Раньше наши тесты выглядели так. Теперь наши тесты выглядят вот так. Наши тесты представляют собой последовательность шагов. Шаги хранятся в степ-обжектах. Степ-обжекты связаны между собой через Fluent Interface. Помимо шагов в степ-обжектах также лежат ссылки на педж-обжекты, которые этим шагам нужны. Педж-обжекты делятся на блоки, которые описывают какой-то кусок страницы и не содержат в себе никакой сложной логики. А также элементы, которые описывают отдельный элемент страницы и могут иметь весьма навороченный интерфейс, весьма навороченный код, но для тестов они предоставляют простой и понятный интерфейс. Подобная архитектура получилась благодаря применению широко известных паттернов и принципов проектирования для решения проблем, которые встали перед нами. Эта архитектура позволяет нам писать тесты, которые легко поддерживать и расширять, ну или хотя бы тесты, которые долго и трудно ломать. Конечно, не все проблемы можно решить технически. Никакой фреймворк не помешает человеку написать тестовый метод на тысячу строк с переменными 1, 2, 3, и никакие тесты, как бы их хорошо ни написали, не выживут без периодической актуализации. Поэтому если тестировщики зажаты в очень узких сроках и у них нет времени поддерживать написанные автотесты, то в лучшем случае автотесты обрастут всякими костылями и подпорками, а в лучшем случае они полностью перестанут работать и лягут на полку. Примеры нашего фреймворка и некоторых тестов можно увидеть на GitHub. Он комментирован на русском языке. Но, к сожалению, пока что он не пригоден для использования отдельно от нашей внутренней кухни, но мы работаем над этим. Спасибо, что выслушали мой доклад. Я знаю, это было тяжело. Я готов выслушать ваш вопрос. Здравствуйте, Егор. Спасибо большое за интересный доклад. Действительно такая злободневная тема архитектуры и автотестов. У меня просто несколько вопросов. Во-первых, первое, по структуре именно элементов. Вы, получается, все равно завязаны как-то на структуру страницы, потому что у вас поиск по X-Path, и получается, что дети наследуются от родителей. И насколько это вообще у вас проблема? Или у вас страница не меняется? Конечно, меняется. Но, так как, во-первых, у нас есть смог, который открывает блоки, перебирает от всех них элементы, валидирует их локаторы, мы можем быстро поправить необходимые локаторы. Ну, разумеется, все равно, конечно, тесты нужно актуализировать, от этого никуда не деться. Понятно. А получается, наверное, все-таки с CSS-селекторами это уже бы так не получилось, да? Да, CSS-селектор, к сожалению, не позволяет нам выбрать, например, какой-нибудь пятый элемент с конца или что-нибудь подобное, а нам нужна такая функциональность. Поэтому пока же мы полностью завязаны на X-Path. Ну, то есть здесь получается преимущество в плане понятной структуры, но минус в том, что завязка на X-Path. Преимущество именно в плане более простой поддержки скорее, или, может, мы смогли больше от оттестов написать. Понятно. И второй вопрос по поводу внедрения. Как вам удалось убедить команду, что действительно нужна именно такая структура? Насколько было сложно всех обучить именно так писать автотесты? И ревьюете ли вы как-то код остальных, контролируете ли кто этим занимается? То, что проблема возникла, это все уже давно понимали, как бы тестировщики у нас опытные, они понимали, что нужно что-то делать с автотестами. Они пытались делать что-то от себя. В итоге, ну, получается, я просто показал самый такой простой, наверное, вариант, но были разные виды кода. В одном проекте у нас даже поджопжеты описывались списком. Первый элемент списка, причем, мог быть какой-то функцией, которая транспармировала его в другой список, в другой поджопжет. То есть у нас сама зародился вот такой вот лист в одном из проектов. Это было неожиданно, конечно. Ну, как я это внедрял? Конечно, вообще было много страхов, что не получится это внедрить как-то. Как бы вот я 7 лет уже занимаюсь поддержкой автотестов и написанием утилит для тестировщиков, и я вынес для себя два правила. То есть первое правило в том, что код любого утилита должен быть простым, достаточно, чтобы тестировщики могли его сами поддерживать. А второе правило в том, что нельзя нарушать существующие тестовые процессы, нужно как-то плавно на них войти. Поэтому при написании любой утилиты я очень часто консультирую с тестировщиками на всех этапах, то есть получать от них фидбэк, такой маленький agile. А здесь, получается, я нарушал оба правила. Во-первых, фреймворк, его задача вынести сложность вот этой поддержки из наших тестов, но сложность, она как энергия, она никуда не исчезает. Мы, получается, выносим ее откуда-куда, она уходит в код фреймворка, то есть он становится очень сложным для восприятия тестировщиков. А вторая проблема в том, что я, получается, ломал сложившиеся какие-то подходы. Ну, что я делал? Я записал много видеолекций всяких, я проводил встречи много недель, у нас было много споров, конечно же, я проводил тех-ревью несколько месяцев. Но в итоге в одном из проектов вообще очень легко завершил фреймворк, его буквально к концу недели после пары лекций уже начали писать в нем тесты, и через год по отзывам они сказали, что ни капельки не сложнее писать с таким подходом тесты, просто нужно привыкнуть немножко. Вот так вот получилось. Понятно, спасибо большое. Ну, надеюсь, получится перенять опыт, потому что как раз сейчас пытаюсь бороться с простынями. Я надеюсь, что... Спасибо большое. Если когда я приду в вашу компанию, что я не увижу тех витнамских флешбеков. Хорошо, спасибо. Егор, спасибо за доклад. Скажите, как вы пробрасываете объект веб-драйвера во все ваши вот эти блоки, элементы внутри PGA, то есть как вы его шерите между всеми? Да, это такой интересный вопрос, на самом деле. Как мы его там пробрасываем? У нас вообще используется dependency injection в тестах, и это сложно, конечно, вопрос. Я не смогу сейчас просто рассказывать в колодаске, как оно попадает. А в целом какие способы вообще есть? То есть можно шерить через какой-то глобальный контекст, вот как вы рассказывали? Ну, через глобальный контекст нет. Мы именно, когда инициализируется степ-обжект, для него инициализируются какие-то блоки. В этот момент как раз они инициализируются через конструктор текущим объектом веб-драйвера. Точнее, объект веб-драйвер у нас обернут в прокси-элемент, потому что объект веб-драйвера периодически кодесепшен пересоздается, а объект, который его оборочивает, он всегда один. Поэтому нам достаточно именно при запуске тестов инициализировать все блоки этим прокси-объектом, и дальше мы сделаем небольшой хак кодесепшен, чтобы он передавал всегда вот этот объект. Ну, последовательно получается такой глобальный переменный, да, согласен. Ну да, то есть тут у вас такой DI плюс какая-то глобальная переменная. Да, да, да. Просто я сейчас пишу такой же, как бы page object на питоне, и плюс BDD сверху. Поэтому мне вот это вот пробрасывание драйвера для меня это вот тоже такая боль. Очень много там всяких болей на самом деле. Ну вот, да, вот я хотел как раз-таки. Ну мы делаем BDD, поэтому PyTest уже, то есть там у нас behave, да, то есть так это была, да, это была просто фиксура в PyTest, это самое простое. Ну вот, вот пока сейчас не знаю, как это сделать. Если выложите свой фрейморк, дайте мне, погоди, тоже интересно очень. Да, ну в питоне есть либо для DI, то есть для dependency injection, вот я думаю, что мы в ту же сторону будем смотреть, то есть нужно как-то вот элегантно драйвер туда пробросить, а все остальное делается уже вот с этими подходами. У нас пока что все не элегантно, потому что она изначально пыталась сделать все попроще, чтобы тестировщики разобрались, а в итоге поняла, что придется сложности делать, и в итоге много костылей получилось. Это сейчас приходится выпиливать. Из-за этого поэтому и не получается полноценно выложить на GitHub версию, которую можно использовать отдельно от наших тестов. Да, спасибо. Пожалуйста. Привет, Игорь, Озон. Интересный доклад, спасибо, все понятно. У меня вопрос, расскажи, пожалуйста, в двух словах, как вы тесты запускаете, какая есть инфраструктура вокруг этого. Ну, тесты можем просто запустить из командной строки, но через condesception обычный способ. Но так-то мы гоняем регресс в Jenkins, и у нас создан джоба, который гоняет наши тесты в браузер-стеке на разных устройствах. Да, у нас браузер-стек. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это лучший вопрос. Лучший вопрос. Спасибо. Спасибо. А это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...